В Казани стартовал турнир большого шлема под зюдо. В весе до 48 килограммов россиянка Ирина Долгова в полуфинале одолела чемпионку Европы 2020 года Шерин Букли. Однако в финале ее ждала встреча с чемпионкой мира 2017 года Фуной Танаки. Японка была настроена очень решительно. Она выполнила удержание, за которое удостоилась оценки Япон. Долговой досталось серебро. Победу в категории до 60 килограммов праздновал действующий чемпион мира Лхум Чвимиани. После мирового первенства в Токио ему не удавалось завоевать медаль ни на одном турнире мирового тура. Однако в Казани Чвимиани было не остановить, и он вновь поднялся на верхнюю ступень подиума. В финале грузинский дзюдоист вышел на татаме против россиянина Робертом Швидабадзе. Это был очень сложный поединок, ни один из соперников не собирался сдаваться без боя. Уже в дополнительное время Чвимиани удалось выполнить удержание. Швидабадзе в итоге удостоился серебряной награды. Действующая чемпионка мира Уто Абе вновь стала лучшей в весе до 52 килограммов. Японка была в прекрасной форме и продемонстрировала невероятное мастерство. В финальном матче Абе сразилась со стрит-нетто и не оставила француженке ни малейшего шанса на победу. Японка показала, что готова к грядущему чемпионату мира и Олимпийским играм в Токио. «Впереди меня ждут сильные противницы. Олимпийская чемпионка Майлинда Кельменди, Амандин Бушар, который сейчас занимает первое место в рейтинге. Но моя главная соперница – я сама. И я буду усердно тренироваться, чтобы себя победить». Кульминацией первого дня соревнований стала победа Мурада Чапанова, который принес сборной России первое золото на домашнем турнире. В финале он одолел белоруса Дмитрия Менькова. Радости Чапанова, его товарищей по команде и всех российских поклонников дзюдо не было предела. «Честно говоря, это самое приятное, когда ты выигрываешь дома. Тем более, сегодня здесь у меня отец и братья были. Мне в войне приятнее было. Ну, как бы я не мог себе допустить проиграть, потому что на меня смотрели мои близки». Россиянка Дарья Межецкая дошла до финала в весе до 57 килограммов, но уступила Элен Росеву и удостоилась серебряной медали. Для француженки это первая золотая награда турнира «Большого шлема» за последние шесть лет. В первый день домашнего турнира россияне завоевали семь медалей – одну золотую, три серебряных и три бронзовых. Ирена Хугулова впервые принимала участие в соревнованиях такого уровня и удостоилась бронзовой медали в категории до 48 килограммов. Рамазан Абдулаев стал обладателем бронзы в весе до 60 килограммов, а Якуб Шамилов в категории до 66 килограммов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова